Добрый вечер, Гомель. О малой родине сегодня в программе. Мы узнаем и рассказываем о событиях из истории и сегодняшнем дне нашего города и области, а также о людях, которым судьба родных мест и жизнь в них не безразлична. Уважаемые телезрители, наша программа интерактивная. Вы можете набрать номер 342243 и рассказать о вашей малой родине, а сегодня еще и о вашем семейном архиве, тех уникальных документах, фотографиях, вещах, которые очень дороги вашему сердцу, которые хранятся у вас дома. Присоединяйтесь к общению Viber, его номер на ваших экранах. Прямо сейчас я хочу познакомить вас с гостями сегодняшней передачи. Маргарита Жорова, председатель Гомельской областной нотариальной палаты. Маргарита, добрый вечер. Добрый вечер. И нотариусы Гомельского нотариального округа. Лариса Мищенко, добрый вечер. Добрый вечер. Светлана Токарева, добрый вечер, Светлана. И Ольга Высоцкая, добрый вечер, Ольга. Добрый вечер. Без наших корней мы никто. И если мы Мы забываем о наших корнях, мы забываем о душе. Именно такие сообщения присылают в Вайбер наши телезрители во время программ о Малой Родине. А вы с этими высказываниями согласны? Да, вы знаете, вот у Есенина есть строчки такие, в своих глазах не нахожу приют в своей стране, словно иностранец. Вот как раз, наверное, Малая Родина у каждого имеет свое понятие. Но, скорее всего, Есенин подтвердил, что приезжая на Родину, хочешь найти знакомые глаза, знакомые места, что-то такое сердцу знакомое и согревающее душу. Поэтому надо бывать на Малой Родине. И даже чем взрослее ты становишься, тем больше туда тянет. И, наверное, это не только то, что там родня вся живет, а, наверное, и то, что мы оставили на этой земле. Поэтому, думаю, что если все помнят, сопереживают, и когда встречаешь, например, кого-то с номерами той местности, где ты жил когда-то, и говоришь «наши», это уже значит, что Малая Родина присутствует. Это правда. А где ваша Малая Родина, Ольга? Моя Малая Родина – город Добруш. Это небольшой районный городок. Расположен он на двух реках. И лица, первый раз посетившие этот городок, называют этот город Маленькой Венецией. Это действительно так. Это красивый город. Но немножко из истории я хочу сказать. Город основан в 1335 году. Это древнее упоминание о городе. Сначала этот город присоединен был к Великому княжеству Литовска. Потом в 1935 году этот город приобрел статус города. А райцентром стал немножко позже. А райцентром стал немножко позже. Ну а народная легенда гласит, пришли белорусы в те места, посмотрели, какая красота. Да, высоченные дубы зеленая, река, трава. Добрыш, сказали белорусы. И застались. И застались. Вы работаете в нотариальной палате города Добруша. Я работаю в нотариальной конторе. Конторе, простите, да. В городе Добруша, да. И обслуживаем население города Добруша и Добрушского района. Спасибо. Скажите, Светлана, а ваша малая родина? Я родилась в деревне Зятковичи, Кармянского района, Гомельской области. Но в связи с тем, что Чернобыль затронул Кармянский район особенно... Деревня была выселена? Ну, не вся. Просто люди сами по себе уезжали. А старики, которые оставались, их уже нет в живых, поэтому там... Ну, несколько домов осталось. Но деревня живет в моем сердце. Я поняла. Спасибо. И она же живет в тех поэтических произведениях, которые вы готовы прочитать нам сегодня. Правда? Да. Обязательно послушаем. Маргарита... Я уже просто предвкушаю. Предвкушаете. Так, и Лариса. Я родилась в Гомеле. Очень люблю город. Мон и молодой. Всегда мне нравится наблюдать за мамочками, которые гуляют с колясками. Также приятно наблюдать и за Гомелем-пенсионером. Я думаю, что не в каждом городе есть такая площадка танцевальная в парке, где собираются пенсионеры. Это слово. Очень мне нравится наблюдать. А также можно сравнить, как бы две параллели провести дачников, которые заталкиваются в вагончики дизель-поезда. Но вообще детство свое, все каникулы я проводила у бабушки в деревне, в Добрышском районе. Деревня называется Огородня. Знакомы были с Ольгой? Нет. Не знакомы. Добрыш и бывало в Венеции. Я хочу немножко дополнить. Очень редко заезжали. У Ларисы есть родственники в Добрышском районе. И они часто посещают нотариальную контору Добрышского района. Звонят и мне говорят, позвони Высоцкой. Я говорю, хорошо. А вы заметили, что легенды гораздо приятнее слушаются, почему так город возник, почему так назвали. И я вот вспоминаю, мой сын когда-то участвовал в школе, по литературе была какая-то, в общем-то, викторина. И я читала о Гомеле. И вот там же было написано, почему он Гомель, несколько легенд. Но вот про Добрыш мне очень понравилось. А вот я, например, родилась в Новозыпкове, это совсем рядом. Но у нас бытует как бы легенда, вопреки официальной версии, что там сделали слободу зыбкую, сбежавшие от гонений церкви старообрядцы, которые раскололись в церкви. А у нас говорят, что ехала Екатерина, куда-то путешествовала в Киев и проезжая мимо вот этого и местности, остановилась, потому что завязла в болотах. И сказала, ой, как тут зыбка. Пусть тут живут, говорят, самые люди, которые выживают в трясине. И стала слобода зыбкая. А уже попозже сделали новой зыбкой. И теперь новозыпка. Ну, ему очень мало еще. Он 1701 года, и поэтому... Но часто бываете в новозыпке? Ну, в общем-то, теперь уже, может быть, совсем пореже, потому что, к сожалению, у меня уже там никого не осталось, ни мамы, ни папы. И тем более, что там и не было никого. Мы приехали туда, мои родители приехали из Бреста туда, на работу отправили после окончания железнодорожного техникума отца. Поэтому я как бы уже там имею только место, куда приходит умиротворение. Ну, в любом случае, интересно ведь приехать, пройти теми дорожками, теми тропинками, побывать в парке, который зимой, как вы рассказывали. Заливал город, каток делал, и все были конькобежцами. И вы знаете, вот поразительно. Сейчас тоже спорт возвращается, это здорово. Но раньше вся молодежь, в отличие от сегодняшней, сидящей в айпетах, в айфонах и везде, она проводила озорно очень время. И песни, и катания, и знакомства. Вот у меня мой школьный друг, я с ним, муж, я с ним нарезала там на коньках, и мы поженились с ним после этого. Так что надо, наверное, на малой родине наводить порядок, именно спортивный. Мы в Гумиле тоже ходили на каток. А где в Гумиле был каток? На площади Ленина? Мы ходили, нас вот в районе танка, на стадионе. Там заливали каток. Фигурные коньки было иметь очень престижно. У кого были, через плечо повесили. У меня были хоккейные. А у меня на жилье фигурных тоже не было. Но я, к сожалению... В Добруши не заливали каток? Я, к сожалению, не ходила на каток. Был каток, но я не ходила на каток. Я не любитель вообще зимних видов спорта. Была почему-то. И со школы я запомнила, что когда начиналась физкультура, для меня это было ух. Потому что надо было ходить на лыжи. Ну, просто раньше, наверное, зимы были немножко поснежнее. Ну, если снег выпадал, то он уже лежал до конца зимы. До конца зимы абсолютно было красиво. Ну, вообще, конечно, малая родина – это чувство, мне кажется. Это эмоции, это чувства, это воспоминания всегда. Что-то очень теплое, трогательное, волнующее. Абсолютно точно. Скажите, а как долго для вас оставалось загадкой название того места, той деревни, где родились, или улицы, чье имя она носит? Узнавали откуда, Светлана? У нас такое поверье существует, что зятькович – это от слова «зети». Так. Что в нашей деревне было очень много девушек, поэтому многие приходили и оставались мужчины. Да, поэтому в основном с детьми приходили. Поэтому, а как там было действительно… Как было, на самом деле, никто не знает, но легенда и объяснение, опять же, очень красивое. Маргарита Анатольевна, вот пора подключать наших телезрителей. Они знают, что в каждой программе «Добрый вечер, Гомель» есть вопрос, есть звездный час для телезрителей. И, пожалуйста, ваш вопрос, который вы сегодня подготовили. Ну, мы вот с коллегами посовещались, и думаю, ну, раз мы уже как бы представляем нотариат, то и хотелось бы связать все вопросы с нотариатом. Ну, один, так сказать, немножечко посложнее, а второй – для внимательных людей, которые живут в нашей области. То есть мы анонсируем, вопросов будет два по порядку. Ну, первый вопрос мы хотели бы узнать, есть ли у нас любознательные люди, которые знают, в какой стране впервые появилась профессия нотариуса. Ну, если скажут, когда, будет очень здорово. Уважаемые телезрители, так, в какой стране впервые появилась профессия нотариуса? 34-22-43, звоните, пожалуйста. И тот человек, который правильно ответит на вопрос, получит прекрасный блокнот с логотипом Гомельской областной нотариальной палаты и ручку. Вот такой приз. Это наша цветовая гамма. У нас такой символ есть, у нас флаг в таких цветах. То есть принадлежность к сообществу нотариата. С таким блокнотом, ну, не знаю, это очень представительно. Только дорога на Юрфах. Иметь такой блокнот ежедневник. Абсолютно точно. Пожалуйста, звоните. Уважаемые гости, я сегодня задала для телезрителей и второй вопрос в эфире. Вопрос, отвечая на который, наши участники могут рассуждать. Что хранят они в своих семейных архивах? Что это? Фотографии, награды, документы. Но прежде чем нам придут сообщения от зрителей, я хотела бы узнать, что хранят в своих семейных архивах люди, которые выбрали профессию, требующую особой серьезности, особой скрупулезности отношения к деталям и к мелочам. Что хранится в ваших семейных архивах? Что является вашими семейными раритетами? Традиционно в моем семейном архиве я храню фотографии. Это традиционно. Но помимо фотографий есть еще и документы, есть предметы, которые для меня представляют особую ценность. Сегодня вот на передачу я принесла скатерть, которую вышивала моя бабушка. И я, будучи еще школьницей, только пошла в школу, я очень хотела приобщиться к этой работе. И мне так было вот интересно, как же это у нее так красиво получается. Оль, а вы вместе вышивали? То есть бабушка с одной стороны шьет, вы с другой или по очереди? Она, наверное, на бабушке иголочку вдевала. Нет, я за ней наблюдала. И мне так хотелось не испортить. Но когда бабушка уходила, я тихонечко вышивала. Это получалось некрасиво. Это получалось настолько, что я попросила бабушку, чтобы она мне помогла. Она показала, каким методом и способом я... Ну, каким способом вышивать, да? Это же гладь, правильно? Да, это вышивка гладь. И для меня эта скатерть ценная, потому что уже мне далеко не 8 лет. И бабушки уже моей, к сожалению, нету в живых. Но здесь есть несколько цветочков и лепестков, которые вышиты. Я представляю, Ольга, как вас хвалила бабушка. Какие слова благодарности она говорила. Моя помощница, моя рукодельница, моя умница. Руки золотые. Правда ведь так было? Правда, правда. Я свою бабушку очень любила, потому что она мне приобщила. Ну, к вышиванию она меня приобщила. Я научилась. Спасибо. Маргарита, а что хранится? Можно я просто... Да, конечно. Мне кажется, что самой ценной вещью, которая остается в семье, это именно сделано руками. Но еще это и сами члены семьи, ценность пожилые, которые самые род начинали. Те, которые... Да, кстати, вот я просто глянула... На экране фотографии. Это мои прадедушка, прабабушка и бабушка. Бабушке там 10 лет. А бабушка родилась в 1904 году. То есть фотография очень старинная. Но вот как раз, когда бабушки и дедушки живут очень долго, мне кажется, вот это самая ценность. Потому что, когда проживаешь историю, ты ее запоминаешь так, что можешь подать ее понятно, доступно. И ты в ней был. И поэтому надо бабушек ценить, расспрашивать их во время их жизни о том, где они родились, когда они замуж выходили, что они умеют делать, как они пекут хлеб. Чаще общаться. Вот мне кажется, что да, ценность самая – это наши бабушки и дедушки. Давайте узнаем, что хранит в семейном архиве Лариса. В Добружском районе осталось очень много вышитых картин. Вышивала и мама, вышивала и бабушка. Даже после того, когда я пришла работать, тоже у нас был какой-то порыв. Мы все тоже вышивали. Было время. А знаете, это сейчас очень модно. Потом уже как-то оставили эту тему. Да, у супруга от родителей остались очень много предметов домашнего обихода. Я еще сама, когда была маленькой, сама это проделывала. На речку выходили, и вот такие вот деревянные прачи были. Ими отбивали белье, когда стирали. Потом такие же деревянные для утюжки. Кочелки. Да, кочелки. Кочелки и рубель. Одна ребристая, и можно было утюжить. Утюг на углях. Тоже есть. Есть, да. Да мы предлагали ей принести сегодня на программу. Я и сама им еще и пользовалась, когда ездила к бабушке. И он и там оставался, в Добружском районе. Ну и здесь у супруга тоже все это хранится. Какие-то старинные сани. Ну и, естественно, фотографии. Вот смотришь. Ну вот им повезло больше. У меня вот бабушка с дедушкой в Бресте жили, да? А другие в Брянске. И когда началась война, в первый же день Брест был оккупирован немцами. И практически ничего не осталось. Ничего не сохранилось. Вот единственное, что у меня осталось от бабушки Брестской, это такие большие шары елочные. Они хрупкие-хрупкие, красивые, расписные. Но я их берегу, как будто это, ну, золото, бриллианты другие так хранят. А для меня это самое ценное. Ну и фотографии, конечно. А вот уже от брянских, да, бабушка брянская, она, у них традиция была в семье, иконка, выплавленная из металла, каслинское литье, да. И она такая небольшая, иконочка Божьей Матери, я даже не помню какого года, потому что это был еще позапрошлый век, да. И она передавалась старшей дочери. И моя мама была старшая дочь. И у нее хранилась эта иконочка. Но у меня сыновья, поэтому досталась старшей невестке. Очень здорово. Пожалуйста, Светлана. Ну, у нас, кроме, у меня еще живы родители, мы глубоко за 80. Поэтому все наши раритеты хранятся пока что у них. Единственное только, что у нас в квартире самопрятка стоит. Она немножко неисправна. Я даже на ней пыталась работать. Ну, это некому учить. И когда делали в квартире ремонт, я дочери предложила, я говорю, ну, может мы как-то куда-то ее... Она говорит, нет, пусть стоит. И она у нас стоит в прихожей на самом видном месте. То есть вот такая музейная ценность уже. И когда мама переживает, что вот зачем полный шкаф забит вышивкой, тканые, которые еще моя мама с бабушкой ткали, сами там еще несколько полотенец осталось, вот простыней несколько еще. А это самые хорошие простыни, самые хорошие полотенцы. И мама переживает, что вот зачем столько, вот полный шкаф, куда, кому все останется. То моя дочь говорит, бабушка, не расстраивайся, я все заберу. Мне будет приятно. Я не буду хранить шкафы, у меня это все будет на виду. Я буду пользоваться и буду чувствовать тепло в ваших рук. Абсолютно точно. Ну вот вы называли разные вещи, и предметы обихода, и фотографии, документы, награды. А вот что посоветуете, вы юристы, что посоветуете обязательно сохранять каждому гражданину в своем семейном архиве? Сейчас мы уже не о раритетах, не о скатертях, красивых иконках и так далее. А вот чисто о документах, подскажите, пожалуйста. В первую очередь документы, подтверждающие родство. Потому что сейчас такие проблемы, что даже люди, которые... Ну так скажите, что такое документы, подтверждающие родство. Это свидетельство о рождении, о браке. Причем не только свои родители, но еще иногда приходится доставать эти документы в отношении бабушек, дедушек. И даже про бабушек и прадедушек, потому что степени родства при наследовании бывают разные. И удивляешься, когда приходят люди 70-х, 80-х годов и говорят, ой, у меня нет свидетельства о рождении. Бабушки, пережившие войну, они мешочки целлофановые прятали, куда-то закапывали, после войны доставали, они приносят эти записи еще церковные, сохранили. А молодежь как-то не очень трепетно относится к документам, поэтому хочется посоветовать в первую очередь хранить вот именно документы, подтверждающие родство. Ну и, конечно, правоустанавливающие документы. Я вот девочкам рассказывала, когда сидели перед началом передачи, у вас там геметная, да, как у меня есть очень дальний родственник, там я у него как бы правнучатая племянница. В 103 года ему было, когда он мне задал вопрос, что будет, если снова Брестская область, Пуща, вернется к полякам. Вернут ли мне хутор? Я говорю, с чего это вдруг? А он был владельцем хутора. А он говорил, с чего это вдруг? Он говорит, сейчас покажу. И он мне принес купчу на польском языке, что он купил за 60 злотых хутор. Поэтому вот это был в 83-й год, когда он мне задавал такой вопрос. То есть дедушка хранил эту бумагу, и он знал, что она ему позволит вернуть права, если что-то изменится в истории нашего государства. Поэтому, наверное, что написано пером, то не вырубишь топором. Мы это всегда так говорили. А если заверенная бумага, то... А если заверенная бумага... Вот, кстати говоря, нотариусы иногда нас называют бюрократами, там еще кем-нибудь, да. А Бальзака нас говорил, что мы педантичны, как старые девы. И ни одна ось не выдержит такой нагрузки, как выдерживает нотариус. Потому что он должен выяснить то, что даже сам клиент не знает, когда пришел. Что он хочет сделать? И сделать то, чтобы это обеспечило человеку права на будущее. И вот если это документ, который выдан нотариусом, нотариусом, нотариальной конторой в конторе хранился, он всегда будет найден, он всегда будет восстановлен, выдан дубликат. Но это всегда подтверждает права. Поэтому, конечно, к документам надо относиться бережно. К любому, который имеет юридические значения. То есть какой-то факт юридический хранит. Наверное, мы это больше всего понимаем. Потому что иногда из-за отсутствия одного определенного документа или неточности в нем, как человек может лишиться права и пойдет уже в суд. Да, а нотариусы несут мир в право. Это правильно? Да. Абсолютно точно. Уважаемые телезрители, вы помните вопрос эфира. В какой стране впервые появилась профессия нотариуса? 34 22 43. Звоните, пожалуйста. И вот такой прекрасный ежедневник, блокнот и ручка с логотипом Гомельской областной нотариальной палаты достанется тому, кто правильно ответит на наш вопрос. Ну а кроме того, пожалуйста, пишите в Viber ваши сообщения, рассказывайте, где ваша малая родина. А также делитесь своими мыслями и своими наработками, что вы храните в ваших семейных архивах. Дорогие друзья, сегодня вместе с нотариумсами Гомельского нотариального округа мы листаем архивные документы и говорим о том, какой была нотариальная служба тогда и сейчас. Сравниваем. Я хочу напомнить, что в гостях у нас сегодня Маргарита Жорова, председатель Гомельско-областной нотариальной палаты, Лариса Мищенко, Светлана Токарева и Ольга Высоцкая. Все представляют нотариальные конторы. Ну скажите, пожалуйста, вот что говорят архивные документы о дате образования нотариальной службы? Системе органов юстиции Беларуси 100 лет, а вот нотариальная служба Гомельщина намного моложе. Ну хочу сказать, что у нас споры теоретические, исторические, потому что наша территория Гомельской области, она постоянно была то в княжестве литовском, то при Польше, то в Черниговской губернии, то в Брянскую губернию попадала. И поэтому у нас идут дебаты. Например, разные даты и разные возраста. Например, кто-то говорил, что нам 100 лет, да? Некоторые говорят, что нам столько лет, сколько российскому нотариату, а ему вот 152 года было российскому. А литовцы сказали, что вам вообще 450 лет, поэтому мы в принципе можем выбрать любую дату, какую-то. Какая больше нравится, да, Маргарита? Ну из исторических документов, которые хранятся у нас в архиве государственном, мы установили, что, вот мы сейчас дадим ответ человеку, который будет слушать, да, мы установили определенную дату, но я не буду говорить дату, но скажу, какая первая была нотариальная контора. Так вот, первая нотариальная контора была создана в ветке. Вот так, кто бы мог подумать. Вот так, вот так, вот, да. И в ветку все ездили заверять документы? И параллельно, и параллельно, еще потом чуть-чуть, вот буквально через некоторое время, через пару месяцев создали в городе Гомель нотариальную контору. Их было так, только две. Ветка и Гомель, две нотариальные конторы. Очень интересно, ну давайте узнаем от телезрителя, сколько лет профессии нотариуса, точнее не сколько лет, а где же была, впервые в какой стране появилась профессия нотариуса. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте познакомимся. Давайте. Скажите, очень приятно, Андрей, вас слышать. Скажите, вы юрист, может быть? По профессии? Нет. Но наверняка точно знаете. В какой стране родилась профессия нотариус? Нотариус? По-моему, кажется, это Древний Рим. Так, так по-моему, кажется или Древний Рим? Древний Рим. Древний Рим, Андрей. Так, Маргарита Анатольевна, вот Андрей предложил такой ответ. Ну, вообще-то он молодец. Конечно, это Италия, потому что все знают из истории, что самая главная торговля, которая происходила в Европе, начиналась с Италии. И вы абсолютно верны, чем больше вступает государство в гражданский оборот, тем больше надо это фиксировать, как-то платить за это, отмечать где-куда. И поэтому это было, я вам подскажу, в 8 веке, действительно в Италии. Нашей эры. Да. Нашей эры. И действительно вот тогда и появилась потребность взять, ну, мы знаем, все говорят, что нотариус это писец, чтобы он записывал все. И, соответственно, появилась профессия нотариуса в Италии. Молодцом. Спасибо, Андрей, за ваш ответ. Этот ежедневник, блокнот с ручкой ваши. Скажите, а где ваша малая родина? Вы гомельчанин? Нет, я не гомельчанин. А где родились? Петриковский район. Это прекрасный Петриковский район, наше Полесье. Вы в самом Петрикове? Нет, нет, в районе в самом. А вы знаете, сколько юристов? Ну, назовите деревню. Сколько юристов родилось в Петриковске? А, большая деревня, мне кажется, даже... А вот бывший председатель конституционного суда, Валерий Гуриевич Тихиня, из Петриковского района. Наш бывший начальник, многие знают, наше управление юстиции, из Петриковского района, Аземша Яков Кириллович. Да, я вам сказала, там столько юристов было, поэтому вам повезло родиться. Вполне возможно, что Андрей с ними знаком. Андрей, благодарим вас. Редактор на телефоне расскажет вам, как забрать вам ваш приз. Спасибо огромное. Всего хорошего, хорошего вечера. Мы продолжаем разговор в студии. Итак, первая контора была открыта в ветке, вторая практически в это же время в Гомеле. А где же она находилась в Гомеле? Вот вы знаете, мы пытались установить, где эта контора находилась. И по фотографиям, да, по фотографиям, вот где Зубрёнок, угол... Крестьянская. Да, вот там была контора. Крестьянская, советская. И потом, кстати говоря, уже в более поздние времена там располагалась первая гомельская материальная контора. То есть по Советской улице. Ну, тогда была не Советская улица, но была, да. Ну, это была Румянцевская. Румянцевская, да. Ну, и Советская она очень скоро стала. Ну, скоро стала, да. А ещё потом у нас была контора, вот, кстати, у нас нет представителей железнодорожного района, но я вот тоже искала по фотографиям, да, и нашла. Контора была. На улице Рогачёвской, возле винзавода было здание филармонии. Старинное такое, деревянное. Его уже сейчас нету. Но там сначала был суд первого участка города Гомеля, да, так он назывался. И там же сидел нотариус городской. И вот это место, даже есть фотографии, где написано суд первого участка, нотариус. Спасибо. А как давно в Добруши появилась нотариальная контора? В Добруши нотариальная контора появилась в 1949 году. Это послевоенное время, и документы, которые находятся на хранении, как раз таки свидетельствуют. Это были первые документы нотариальной конторы Добрушского района. Спасибо. Анна Бресской? Да, контора, в которой я сейчас работаю, основана в 1985 году. А вот контора, в которой я работала раньше, Кармянского района, она была основана чуть раньше, в 1978 году. Спасибо. Ну и Лариса? Наша центрального района в 1977 году. В основном у нас конторы были созданы в 70-е годы. Да, месяц, к сожалению, не знаю, но в 1977 году. Ну вы знаете, вот у нас... То есть росло благосостояние граждан, район образовался во всей районе Центрального района. Да, если посмотреть, если посмотреть по статистике, то вот когда 50-й год был, на 1 января 50-го года у нас было только 9 нотариальных контор и 15 нотариусов. А уже в 54-м году было 17 нотариальных контор и 24 нотариуса в области. Ну а сейчас у нас 127 и 35 нотариальных контор. Ну это в основном дамы? Ну да, но у нас самое большое количество мужчин нотариусов в области... В Гомельской области. Да, по БНП. И, кстати, вот я еще хочу сказать, что наша БНП уделяет большое внимание истории. И у нас в свое время, вот БНП, чтобы показать каждый регион наш, запросила от нас, возможно, найти где-то старые фотографии, где располагались. И у нас научно есть методический центр обучающий, и там висят фотографии старых контор всей республики. Это очень красиво. И самые лучшие места нашего города. То есть мы вот отправили туда фотографии, которые мы посчитали достоянием всего нашего белорусского народа. И у нас они там вот висят, эти картины. Поэтому внимание истории уделяется у нас все время, потому что, наверное, она хранит то, что было с людьми связано. Перевернуть страницы истории позволит и поиск ответа на следующий вопрос. Маргарита, вам слово еще. Ну вот мы уже сказали, какая была первая контора. Ну а теперь надо сказать, когда это было. И если вы фанаты нашего телевидения, БТ-4, то в новостях вы слышали новости, которые говорили, когда была создана система юстиции Гомельской области, когда проходили празднования. И вот как раз, зная эту цифру, можно определить приблизительно в каком году. Ну это уже подсказки, Маргарита Анатольевна. Уважаемые телезрители, месяц и год назовите, когда была создана. Ну первая контора в городе Ветка. А хотела сказать еще. Первая контора в Гомельской области, а именно в городе Ветка. Уважаемые телезрители, вот этот пригласительный билет на концерт народной артистки Беларуси Галины Павлинок. Этот концерт состоится 6 июня в 18.30 в ДК железнодорожников. Билет на две персоны. Пожалуйста, звоните 3422-43. Тот, кто сможет правильно ответить на вопрос, поставленный Маргаритой Жоровой, получит удовольствие на концерте Галины Ивановны Павлинок. Ну а мы продолжаем программу. И я хотела бы поговорить уже не о конторах, а о людях, которые работают. Ведь очень часто личность, человек, который выполняет ту или иную обязанность свою профессиональную, является героем, является, ну скажем, уникальным человеком в своем роде. Есть такая, она уже ушла из жизни, да, Слисаренко Мария. Расскажите, пожалуйста, Маргарита Антонова. Ну, во-первых, мы все Натариусы присоединились к этой акции «Беларусь помнит». И мы собирали материалы и предложили всем рассказать о своих близких. Но в первую очередь мы, конечно, хотели рассказать о людях нашей профессии, которые были героями. Вот Мария Ульяновна Слисаренко работала у нас Натариусом железнодорожной конторой. Тогда у нас была одна железнодорожная контора. И, ну так вот, разговаривая с ней, когда-то она сказала, что у нее был, ну такой случай в жизни, когда в 8 лет, в 41-м году, она... Девочка Маня. Маня Голофаева. Она из Добруша, кстати говоря, родилась в Добруша, жили в Добруша. Спасла пионерское знамя организации. И вот в 8 лет она еще не была пионером. Но она сказала, что я смотрела на картинку... Вот на экране как раз ее личный листок по учету кадров. Я смотрела на наше советское знамя и понимала, что за него идут в бой. И поэтому я, когда увидела, что могут немцы зашли в Добруша, могут его уничтожить, я его сложила и пыталась спрятать. А вот это листок из календаря, да, на котором отмечено, что в июле 41-го года в Добруша Маня Голофаева спрятала от гитлеровцев городское знамя пионеров и хранила его 3 года. И вы знаете, оно очень хорошо сохранилось. И Мария Ульяновна была признана почетным пионером белорусской пионерской организации. Ну вот такие люди у нас были. Очень скромный, очень добропорядочный, очень такой, знаете, вот человек, который никогда не признавался об этом. Мы сами просто вот ее вывели на это. Но, знаете, это вот то, что есть с нами рядом, надо всегда замечать. А, к сожалению, мы знаем только профессиональную сторону, а хочется знать больше. А вот, кстати, сборники эти «Никогда не забудем», они выходили и на русском, и на белорусском языках. Мне кажется, в библиотеке каждой из вас была такая книга в детстве, правда, в детстве и юности. У меня так точно была. Хорошо. Я очень хочу спросить, напомнить телезрителям, во-первых, вопрос эфира, второй, от Маргариты Жоровой. Это в каком году, в каком месяце была основана, создана, открыта первая нотариальная контора в Гомельской области. Находилась она в ветке, ну а потом еще и в Гомеле открыли. Назовите, дату мы не требуем, месяц и год, уважаемые телезрители. А я хочу спросить, знают ли нотариусы, с какими вопросами обращались граждане в нотариальные конторы 100 лет, 75-50 лет назад? Я бы не изменилась, правда. Она открыла архив у нас в 77-78 году, про устанавливающие документы и нашла несколько таких раритетных. 1-25 года, это был договор купли-продажи домовладения. Мы как раз обсуждали с Маргаритой Анатольевной по улице, по-моему, Беговой или Подгорной. Сейчас она называется Портовая. И 2-27 года тоже был договор купли-продажи домовладения. Там какие-то особые формулировки, да? А вот вы знаете, ничего не меняется. Ничего не поменялось? Дело в том, что наша основа, это римское право, кстати, правильно отгадал Андрей, что это время. А римскому праву оно же 2000 до нашей эры, да? И ничего не изменилось. То есть и завещание, и переход права собственности, и все идет оттуда. И сегодня те же самые термины точно так же пишутся. Нет, термины понятны, но вот это вот способность формировать предложения, и такие интересные обороты встречаются в подобных вас какие-то... Но у нас вот эта шутка, что самое лучшее завещание, которое делает человек с формулировкой, дорогие потомки, я свое имущество прогулял при жизни, и ничего завещать не могу. Это как бы легче всего, но вообще как бы формулировки отточенные, и всегда были, да, вот про завещание. Все, мое имущество, в чем бы оно ни заключалось... Но я завещание не видела старые. Старые, точно такие же. У нас старые, в 77-го года. Нет, но старые завещания, они были более подробные, там расписывали. Например, сыну Ивану я там завещаю корову с поломанным рогом, ну, что-нибудь вот так вот чисто индивидуально. С описанием, да? Да, с описанием, да. Вот идут на экране расписки, наверное. Расписки, да-да-да-да. Все документы, разные документы, разные пары. Ну, конечно, делали и расписки. И вы знаете, вот у нас теперь есть такое действие, как выдача свидетельства о праве собственности на долю имущества нашим супругами. А раньше это было заявление, в котором, например, вот здесь может быть и попасть. Пишет человек, что я, там, Глафира Ивановна, уходя и разводясь своим мужем, забираю с собой следующее имущество. И перечисляется, там, 4 курицы, там, код. Вот, к сараю и к дому претензий не имеют, так как мой муж их построил до нашего брака. Или пишет, что, вот я недавно буквально читала, мы принимали архив Луевского района. Да. Из, сельские советы нам сдавали, потому что они имеют право тоже, ну, раньше сельские советы, значит, делали и такие действия. И вот мы читаем и думаем, мы сейчас над этим ломаем голову, мы пытаемся так изложить, чтобы это было предельно понятно будущему человеку, кто будет читать, откуда. А там очень просто. А вот они образцы, да. Да, вот они образцы. Поэтому, и почерк какой, видите, писали ручечкой, и все так выводили. А вот в 25-м, по-моему, году напечатанный договор был. И еще встретила сургучная печать. Правда, она уже крошится понемножку. Но в одном только документе больше не видела. В основном все мастичные. Что есть в архиве Добрыжского района? К сожалению, архив Добрыжского района сдан на хранение в нотариальных архивах Хумильской области. И поэтому вы не имеете возможности найти эти раритетные расписки, бумаги, которые составлялись при разводе, при разделе имущества или отделении детей в отдельное хозяйство. Но 25 лет тому назад, я могу сказать, так как я пришла на работу именно в это время, в 93-м году. И очень часто обращались, тогда еще началась, только началась приватизация недвижимого имущества. Квартиры, дома люди приватизировали. И очень много было договоров, вот именно купли-продажи на условиях приватизации. Ну вообще время диктует обращение граждан. Вот меняется время, меняются экономические какие-то возможности в государстве или что-то вот такое значительное. И меняется порядок обращения. Вот люди у нас очень хорошо умеют слушать и делать выводы, анализировать. Обычно говорят, ну что-то вот как-то случится. Мои родители говорили, что каждого первого числа раньше была скидка на все, понижали. А сейчас люди говорят, вот следующее первое число, может что-то повысится по цене. А пойдемте мы в нотариальную контору и сделаем что-нибудь, пока не подорожало. Но вообще все зависит от экономики. Услышат, что где-то вот будет что-то завершаться, вот чеки жилье, например, да, потом чеки имущества. Начинается вал обращения по этим детям. Но ежегодно в основном, это, конечно, самое большое, конечно, это согласие, когда дети уезжают, родители на отдых. Ну что у нас еще такое, доверенности всегда было, наверное, много. Сейчас уже меньше стало намного. Сейчас меньше стало намного. Маргарита Анатольевна, вот о юридической грамотности нашего населения мы поговорим в следующей части программы. Я сейчас лишь напомню вопрос для телезрителей, чтобы у вас, уважаемая, была возможность набрать 34 22 43 и попытаться ответить на поставленный Маргаритой вопрос. В каком месяце, в каком году была открыта первая нотариальная контора в Гомельской области? Была она в ветке, ну а потом чуть позже в Гомеле открыли. Пожалуйста, дату назовите. Ну а у нас реклама. Дорогие друзья, это программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня вместе с нотариусами Гомельской области мы говорим о малой родине, разговариваем и о том, что хранится в семейном архиве. Узнаем, какие советы дают юристы нашей области гражданам, что хранить, чему особое внимание нужно уделить. Уважаемые телезрители, вы помните, что у нас есть вопрос эфира, Маргарита Жорова задавала его. Назовите дату основания открытия первой нотариальной конторы в Гомельской области. Контора была открыта в городе Ветка, ну а потом и в Гомеле. Месяц и год. Назовите, пожалуйста. Правильно ответившему достанется вот такой пригласительный билет на концерт Галины Ивановны Павлинок на две персоны. Дата 6 июня 18.30. 342243 номер нашего телефона. Мы продолжаем разговор в студии. И я хотела бы задать вот такой вопрос. Все представляют нотариусов серьезными, скрупулезными, внимательными к деталям. Но нотариусов можно узнать и с другой стороны. По тому количеству творческих конкурсов, которые организуются в этой структуре. Да, очень много. Но вот недавно совсем у нас прошел конкурс, посвященный моей малой родине. Ну год малой родины, и мы решили. Это, в общем-то, самовыражение. Каждый мог выразить свое чувство и понимание малой родины в любом. И здесь в студии много работ представлено. Да, представленные работы, которые есть, которые выполнены. Это вот и детишки в национальных формах, и ресталища. Вот картины нарисованы. Есть фото, вот по дороге на работу нотариус сделал. А вот это у нас контора коллективно сделала Беларусь. Малая родина наша как бы для всех. Это пластилин, да? Это пластилин, представляете? Естественно, вот у нас писали эссе. Наш нотариус из Василевича, Виктория Осипова, написала о своей бабушке, Сивак Екатерине, которая в 16 лет была угнана в Германию. И мы считаем, что вот у каждого свое понимание. И бабушка эта жива, в этом году ей было 94 года. И пусть она долго еще живет и рассказывает Виктории о своем детстве, о той жизни, которую была раньше. Но все, все, самовыражаюсь. Вот Светлана Токарева была участником, она написала стихи о Малой Родине. Светлана, ждем стихи, пожалуйста. На белорусской мове выключена, так? Так. Вязковые замалевки. Раница. Раница. На исходе солнца уже узнялося. Шпаки свой голос падают, и мне сдалося, что казка на землю сошла. У промнях солнца киваюць кронами вязы, а у оконца синица дюбую. Тук-тук. Гей, выганяйте, кричит связковый пастушок. И с новым ранцем девчинка тиснется пауз плот, иде у школу. А вачаняты небосинь бездонний мора. Трава унизана росой, як изумрудам. Под промням солнца зихатить полоска луга. А на раце сярод травы, дыван квятистый. Рамонки, пухалки, чарот и лотать золотистый. Па над ракой стоять в улі, и с гулким роем пчелы снують туды, сюды, над гречкой, леном. Якая летом пригожость увез цызранку, да и я ще, коли стоишь, на родном ганку. Малая чудовна. Ну, Светлана у нас все время пишет или про работу, или про наш яис, это электронная единая система. Она и про купали пишет. Про купали тоже. Это все, малая родина. Абсолютно, да. Точно, хочется сказать докладно. Маргарита Анатольевна, а каким образом, какими средствами еще проявляют, ну скажем, свои таланты сотрудники Нотариальной палаты? Ой, вы знаете, они просто... Ведь и блюда готовят. Есть же у вас конкурс. Да, у нас конкурс есть «Сдобная осень». Вот Лариса участвовала. И, кстати, он делает не просто так. Она даже музыкальное оформление сделала для того, чтобы это блюдо представить. У нас есть конкурс творческий, который проводится на спортивной спартакиаде. И мы уже два года подряд один раз первое место заняли, второй раз третье место. Можно сказать второе, но почему-то третье. Но уступили ветеранам, мы ветеранам-нотариусам. У нас умеют петь, танцевать, стихи читать. В общем-то, сегодня вот будущая спартакиада, у нас будет 31-го, начинается мая, в Гродно мы едем. Она тоже поставила перед нами задачу провести творческий конкурс под эгидой Малой Родины, фольклорный. Поэтому мы готовимся. Вы уже подготовлены. Но секрет не выдаем, но мы готовы. Маргарита Анатольевна, я еще раз напомню нашим телезрителям, дорогие друзья, совсем немного времени остается на то, чтобы вы все-таки дали ответ на вопрос. В каком месяце, в каком году была организована первая нотариальная палата в Гомельской области? Ну, а я свой вопрос хочу задать. Скажите, как вы оцениваете юридическую грамотность жителей Гомельской области? Ну, сейчас очень часто обращаются граждане за таким видом действия, как брачные договоры. Раньше такие виды действий, конечно же, и не слышал никто. Ну, они идут в ногу со временем. Они уже приходят подкованные, они предлагают свои условия, они прочитывают все. Они уже в порядке пунктов, да? Несмотря на то, что наша нотариальная контора маленькая контора, но вместе с тем у нас был заключен один договор суррогатного материнства. Даже такие договоры заключаются. Есть необходимость в этом? Просто-напросто я хочу сказать, что, конечно же, информированность нашего населения очень высока. И, кстати говоря, мы делаем тоже очень много для того, чтобы они знали. Потому что каждый человек уже должен определить, что он хочет сделать. И очень грамотным населением мы уважительно относимся к тому, что они нам говорят, какую задачу перед нами ставят. Мы выясняем самое, что ни на есть необходимо. Тем более мы все, как юристы, знаем, что есть существенные условия договора, к которым относятся и те условия, которые предлагает сторона по договору. И поэтому мы, конечно, предлагаем людям не выходить за рамки закона, но сделать все, чтобы нам было облегчить пользование и владение этой вещью и распоряжению в будущем. Оформляйте документы правильно и храните документы в обязательном порядке. Уважаемые гости, есть несколько сообщений нам в Вайбере. Я хотела бы обратить внимание на них. Что только не пишут. Молитва, написанная рукой моего прадеда, есть в моем семейном архиве, пишет Николай. Черно-белые пленки храним. С них печатали фотографии, когда я была маленькой. Это Зоя. Зоя, документы в семейном архиве составляют большую часть, пишет Татьяна. А вот Николай пишет, в моем архиве хранятся боевые ордена моих дедов. И, если я не ошибаюсь, именно награды хранит в своем семейном архиве. Ольга. Да, я хочу сказать, что со стороны матери мой дедушка, ему было присвоено звание заслуженного агронома БССР. И мое хобби, я люблю заниматься цветоводством. Я так думаю, что это от него. Но у меня еще и дедушка со стороны отца. Он дошел до Берлина и имел две награды. Эти награды были... Это высшая награда, которым награждался участник Великой Отечественной войны. Это два ордена Великой Отечественной войны. Но, к сожалению, и один, и второй дедушка уже умерли. И в своем сердце я храню память о них. И очень благодарна им за... И это очень правильно. Спасибо. Уважаемые телезрители, совсем немного времени остается до финала программы. Вы еще успеете набрать 342243, номер нашего телефона. Успейте ответить на вопрос, когда, в каком месяце, в каком году была организована, основана первая нотариальная контора в Гомельской области. Она функционировала в ветке, ну а потом и в Гомеле появилась. Пожалуйста, месяц и год назовите. Хочу спросить еще об одном моменте. Понятно, что прежде с одними вопросами обращались к нотариусу. Сейчас это уже совершенно другие вопросы. Но в каких случаях мы абсолютно не можем обойтись без нотариуса? Когда мы к нему обращаемся? Наследство. Оформление наследства. Оформление наследства. Оформление наследства. Это самое первое, самое главное. Без этого, к сожалению, никуда. Так, еще один момент. Вот очень скоро выпускники школ будут сдавать тестирование, будут выбирать себе вузы, будут выбирать специальности. Скажите, пожалуйста, вы все юристы, как оценить себя правильно? И в каком случае нужно идти выбирать эту профессию, профессию юриста? И чем она интересна? Когда-то Владыка Аристарх сказал, что батюшка лечит душу, да, а юрист лечит разум. То есть формально мы приходим к тому, чтобы правильные мысли вложить. Но это работа, которая требует постоянного обучения, правда? Да, мы студенты вечные. Нет мгновения, что мы чего-то не считали, чего-то не узнавали. Мы и сейчас все время ездим учиться. То есть это постоянный труд. Это постоянное внимание. Потому что это зависит... Поддерживайте меня. Зависит... Не мы зависим от нее. А от нас, от наших созданных нами документов, зависит будущее, имущественное или иное какое-то, социальные вопросы, которые мы можем там сделать, оформить. Зависит будущее человека и его благосостояние даже в другой раз. Поэтому это очень ответственная работа. И выбирая ее, надо понимать, сумеешь ты ли терпеть, сопереживать, слушать все время, да. И потом уже так сделать документ и доложить свою позицию, чтобы человек воспринял ее верно и согласился с мнением юриста и поверил ему. Поэтому, наверное, это тяжеловато. Но выпускникам, хочу сказать, к сожалению, сегодня у нас очень большой рынок юридических специальностей. И работу очень сложно найти. Но вы знаете, Маргарита Анатольевна, это, наверное, как раз тот случай, что... Вот как говорят. Вот каждая девушка должна закончить педагогический, кулинарный и вот желательно бы еще и юридический. Ну пусть даже не каждая девушка, а вот каждый гражданин. Да, для своего собственного успокоения. Независимо от пола, это точно. А я хочу сказать еще, что поступая на юрфак, каждый студент, вернее, не студент, а каждый выпускник, он должен чувствовать, что ты принесешь какую-то пользу в этой профессии. И чтобы не считать минутки до конца рабочего дня, а чтобы этот рабочий день у тебя проходил как минутка. Да, в общем-то я согласна. У нас все, по-моему, ходят с удовольствием на работу. И если... Это уже наше хобби. Это очень здорово, но тем более, что у вас есть возможности раскрыть свои таланты во всей красе с такой массой творческих и иных конкурсов. Да, и руководство, кстати, к мнению нотариуса прислушивается. У нас периодически анкетирование проводится, и если мы там говорим, что хотели бы видеть там то-то и то-то, руководство всегда прислушивается и организует какие-то очередные конкурсы, соревнования, где мы можем показать себя с другой стороны. В прошлом году первый раз был туристический слет. Да. В этом году будет первый фестиваль молодых нотариусов. В Гродно будет проходить. В общем, много мероприятий. Много вам творческих задумок. Именно такое пожелание я хочу сделать в адрес всех юристов Гомельской области, и не только. И в финале нашей программы я все-таки хотела бы попросить Светлану почитать стихотворение о Купалье. Пожалуйста. Спасибо. Мне б на свято на Купалу, да пойти с Каханом в лес, пошукать червону к ветку. А лишь черту справа в лес, мой Кахан и затрымался. Кажа, пояс свой шукау. А калі найшоу, сабрауся, сябра близки завітау. Распытав пакуль прасправы, павячерли у двоих. Вышли з хаты, а на небе гэтым часам месяц зник. Усю ночу темры синий маю хату юн шукау. А калі найшоу, на лавку сел і раніцей устал. А я часу не губляла, а с суседом Костусем кветку папорот шукала. І він мене її знайшоу. А празмесец мої людці, пажанились с Костусем. А тепер дачка у людці, і добра у нас полный дом. Я сказати хочу вам, хлопці, не губляйте поясоу. Кап сусед ваш незнароку, ваше счастье не знайшоу. Малайшина, ну что ж, Маргарита Анатольевна, остаётся только дать правильный ответ. А поскольку телезрители на вопрос не ответили, этот пригласительный билет мы подарим вам, Светлана. Вы не против? Найдёте время? Да, найдёте. Вы прекрасные стихи читали, и это вам. Маргарита Анатольевна, итак, пожалуйста, когда же была... 13 февраля 1919 года. 13 февраля 1919 года. Дата создания конторы в городе Ветке. Ну тогда было место, Ветка написано. Нотариальные конторы в городе Ветка. Ну что ж, я благодарю вас за участие в этой программе, за душевные рассказы и за настроение, лирическое настроение этой программы. Благодарю вас, Ольга, Светлана, Лариса, Маргарита. Спасибо. Успехов вам на юридической ниве. Пусть всё у вас ладится, как и у наших телезрителей, которые сегодня были не очень активны, наверняка сложные вопросы задавали. Пусть у вас всё будет хорошо. До следующей встречи в добром вечере. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!